всем привет наверное это все таки моего потому что еще 15 минут назад я категорически не хотел записываться думал что нет настроения и все точно на следующий раз и вот проходит какое-то время я прям чувствую хочу записаться у меня осталось три бутылки с дегустацией как я и говорил принципе до ел и и так когда из их красная и и на потом оставлю а вот два беленьких два резервных до видите они даже цветом одинаковые я вам сегодня про них расскажу когда я пробовал их впервые да я первым поставил как ур потому что в отличие все-таки от шардоне до который выдержан в новых бочках все-таки он предполагал такой менее ванильный стиль но теперь когда я попробовал и примерно понимаю что там внутри я все таки начну шардоне обусловлю это во первых тем что это все-таки международный сорт стилистику которого мы можем хотя бы представить да и поэтому мне кажется это будет правильнее в плане просто восприятия с другой стороны дегустация показала что не такой уж и ванильный получился этот вариант то есть когда я смотрел технический лист я для себя понял что ела хочет повторить вот этот успешный девятнадцатый год который там многим понравился даже на стм себе на сеть ресторанов взяла отличные были отзывы и это действительно был такой вот бургундский стиль прям можно было легко сравнить с мерсо потому что очень классная ванильность классная кислотность и даже минеральность и все это в среднем тело теле без усложнений утяжелений то есть даже со всей его ванильностью знаете перегруженным его очень сложно назвать так вот я вам скажу что вот это шардоне несмотря на новый дуб сделано еще тоньше конечно этому вину в любом случае надо еще какое-то время провести в бутылке розлив здесь 29 07 22 и несмотря на то что чаще вы сейчас уже получаете готовое вино яйла своих резервных во всяком случае винах продолжает эту тематику выпуска вин с четким прогнозируемым развитием в бутылке самое удивительное что даже вкус не очень сильно коррелируется с невыдержанными белыми шардоне то есть и невыдержанный в космосе в этом случае и он звонким готовы все как обычно принципе не то что там он чем-то удивляет нет скорее всего это классическая стилистика пойманная еще в 2018 году звонкость хорошая кислотность и минеральность в принципе что нам еще от шардоне надо а вот это все-таки линейка она как бы стилистически плавала особенно если взять прошлый двадцатый год видите здесь все-таки 21 написано он несмотря на то что тоже восемь месяцев выдержка в дубе дуб и кавказские французские настолько были инертные что структура структурировать конечно получилось но ванильности там практически было то не было совсем и я спокойно спрашивал профессионалов есть там выдержка в бочке или нет и очень многие затруднялись давайте поэтому смотрите уже цвет не совсем ожиданный для шардоне он немножечко в такой бишь и обычно в такой стилистике мы знаем там пиногрей джо верминтина вот какие такие сорта более весомые скажем так более сильные с какой-то даже жаркой 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 истории скажем так то есть она может быть либо от года от винтажа либо от местности самое удивительное что 21 год он был такой прохладный и поэтому я такую долгую преамбулу говорю потому что как у тоже будет отличаться значительно давайте по ароматике в общем давайте так это бледное такое золото но золото такое оксидированы до старое золото здесь в ароматике не сказать что она ванильная абсолютно то есть вот вот если вы меня спросите опять же я спрошу кого-нибудь есть дуб или нет ну скорее всего здесь можно сказать что дуб есть но настолько он по-другому сыграл что я думаю что вот над этой стилистикой будут ломать головы еще много людей я надеюсь что этот винтаж задержится очень интересно как он будет развиваться год я ему даю до пика тогда будет что-то более классное потому что встречает обработка и только вот сейчас через нее еле-еле маленьким сполохом пробивается яблоко косточка яблока и яблочный цвет то есть цветочки вот эти вот пыльцовые белые ваниль здесь другая ваниль здесь собирающий образ пыльцовых немножечко даже медовых каких-то жмыха какого-то то есть обычно вот такой вот объем мы получаем когда у нас выдержка на тонком осадке даже не обязательно чтобы бочка есть и ваниль вот она сейчас не чувствительно она как бы вот вот эти вот основные тона они более такие громоздкие скажем так а эти более тонкие оплетающие и видно что их пока что-то задерживают то есть я не удивлюсь что она через какое-то время станет более ванильным но к новому году да даже я считаю что надо его перепробовать именно там в январе феврале и если вот так вот просто сразу взять и отключиться полностью тут есть какие-то пивные тона причем пивные тона кто-то скажет что и по но не тут тоньше тут пшеничное пиво или даже какой-то вот сусло от него но в очень тонком каком-то моменте даже мне очень сложно объяснить что это такое поэтому давайте попробуем блин я узнаю и не узнаю это что данная я узнаю вот эта кислотность звонкость из базовой версии из классической да вот не выдержанный и какое же все-таки хочется сказать что утяжеление на самом деле это не утяжеление а такие дубовые дубовые объятия дубовые клещи от которых никуда не деться они и пивные и жмых какой-то от и сусло и дерево и даже ванильность какая-то но ванильность такая с горчинкой и даже доходит до какие-то цитрусовых горьких типа грейпфрута очень сложная сложная после вкусе я уверен что она будет развиваться наверное самое потенциальное вино даже первый раз она мне показалось не таких не таким уж и кислотным хотя здесь 6 2 кислотность приличная но теперь только после того как она провела вот в открытом состоянии сутки она более менее еще развилась но даже даже нет даже все у него еще впереди такую обработку я пока еще не наблюдал по моему это кавказский дуб только и поэтому нету вот этого точного ванильного объема которые дают французские бочки как у тоже если прошлый раз его усложняли всего лишь тем что держали насадки смотрите как отличается цвет то сейчас сама ферментация проходила частично в дубовых бочках дальше опять же выдержка насадки но я вам могу сказать опять что этот как уже другой он отличается и цветом потому что тот был прямо в золо такое такое яркое масло масло такое свежий свежего выжима отжима да и прямо больше оливковая чем подсолнечная здесь опять смотрите мы какую-то бежевость наблюдаем видимо она все таки как-то от года зависит несмотря на то что здесь такой прям да опять же если там старое золото то здесь прямо так уже под бронзу идет до моментик очень классный цвет неожиданный опять же для выдержанного но свежего вина как он дальше будет развиваться одному богу известно и удивительный как это тем кто уже понял кто уже понял что такой за сорт начинать наверно с такого будет сложновато но что можно было сделать из него это конечно удивительно даже уже по цвету кто-то мог бы уже сказать если бы увидел такое вино мог бы сказать что она оранжевое давайте по ароматике ароматика довольно свежая где-то перекликается свианье и свианье скорее здесь нет дыни здесь какая-то марципановость закрытость опять может быть немножечко опять вот этого пивного но пивной она все я понял она все-таки от бочки и вишу данные сейчас я чуть-чуть ополощу да наверно что это после шардоне осталось насколько она все-таки активная очень свеженький аромат тот все-таки такой вот его не назвать и давлеющим каким-то не назвать его тонны но все-таки там какая то есть если не строгость у какая-то ну стилистическая нагрузка скажем так здесь вино свежее то есть очень сложно даже назвать его выдержанным давайте попробуем знаете говорят что сера получилось похоже на кот рати с добавлением вино не а это похоже на кондрию полевые цветы травы лилии медоносы но все это в будущем никакого меда пока нету только оттенками очень элегантное вино причем что кондитерская часть достаточно приличная она где-то в послевкусие послевкусие который не нагоняет которая улетает от тебя какой-то такой шлейф шлейф вкусов очень богатое вино для какура это не совсем свойственно но здесь это какая-то прямо карта вкусов это прямо много всего тоже очень потенциальное вино я думаю что такой обработки вы просто не встречали в своей жизни 21 год конечно меня удивляет он меня удивил качеством он удивил повышением стилистики повышением уровня я говорю что хоть двадцатый год тоже были хиты двадцать первый год другая его но самый прикол в том что меня удивляет вот какая-то даже надбавка уровня качества в самом двадцать первом этаже вот эти вина которые распознает не каждый но эти вина они очень вовремя вышли и как я говорю что каждое вино ел и это маленькое добавление к общему винному рынку россии да кто-то кто его попробует да не такое большое количество человек станет как бы видно умнее потому что попробовать такой спектр такую стилистику такое наполнение от какура до сегодняшнего дня было просто невозможно поэтому это просто новая ступенька развития сорта ну и винодельня в отдельности смотрите кстати очень легко этот узнать двадцать первый год даже не по угоду самому хотя он здесь написан достаточно четко а под подписью по подписи виталия морячка теперь на всех бутылках будет его подпись потому что принципе вышли на уровень когда человек может подписаться под каждым вина вот так